Наступила ночь. Мирные жители засыпают. Мафия просыпается. А вместе с ней и правонарушители. Не дремлят и те, кто стоит на страже дорожного порядка. Наряд ДПС заступил на дежурство. 12 часов, не смыкая глаз, они будут следить за тем, чтобы в городе было максимально безопасно. Выдать да, что машина, к примеру, может на дороге ехать, вилять, так сказать, по дороге. То есть не прямолинейно ездить, а совершать некоторые зигзаги. У транспортного средства может не гореть фары, либо фонари. Вот пример, видите, у него не горит габарит. То есть есть вероятность того, что водитель может быть, находится в состоянии обвинения. 7-8-1, прижимаем с правой стороны, производим остановку. Водитель выполнил требования полицейских. Признаков опьянения у него не было. Инспектор проверил документы на месте. А уже в салоне патрульного автомобиля мужчину пробили по базе. Водительских прав он не лишался. Долгов по штрафам не имеет. Едем дальше. Маршрут патрулирования, городские дороги. Полицейское внимание привлекла отечественная легковушка, изрядно затемненная. Из сумрака вышла компания молодых людей. С нарушением согласны. Старший инспектор Виталий Кокошкин замеры тонировки проводит специальным прибором. Светопропускание всего 32%. Допустимое светопропускание 70%. Боковое стекло и 75% лобовое. Нарушения молодые люди устранили на месте. Просто повторного нарушения неохотно. Тонировки уже нет. А протокол нарушения на водителя все равно составляется. Денис получил водительские права два года назад. На дороге не лихачит. Ездит по правилам. Это, кстати, первая его машина. Я еще пока особо не научился так ездить, так как настоящие мужики под 40 лет. Но они уже знают, как правильно реагировать в какой-то ситуации. Занесло больше газу, меньше газу. Просто у меня была ситуация, когда я попал в первый в свое ДТП. Тоже первый снег. И скользко. Я не смог вырулить за нос. Ночное дежурство, тем более выходные дни, у инспекторов ГИБДД всегда сопряжены с большим количеством нарушений на дороге. Пьянство за рулем – одно из распространенных. С начала года уже выявлено 160 нетрезвых водителей. Найти общий язык с такими персонажами полицейским бывает сложно. Бывают неадекватные люди. Бывают, бьются головой по патрульной машине, по салоне патрульной машины. То есть хотят сделать так, что сотрудники полиции их избивают. Но так как у нас в патрульном автомобиле установлены видеорегистраторы, которые снимают в трех точках. Это заднюю часть, переднюю часть и сам салон. Таких случаев становится меньше. Дежурство полицейского экипажа прошло спокойно. В ночь с пятницы на субботу эти ребята пресекли 11 нарушений. Задержали одного пьяного водителя. Хотя эти выходные не обошлись без серьезных происшествий. В воскресенье водитель на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Автомобиль и личность водителя устанавливаются. Светлана Кель, Сергей Антропов, программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует...